Всем привет! Это третье видео из серии, где я сравниваю планировки в двух жилых комплексах ЖК Нагорный и ЖК Высота. И сегодня я буду сравнивать однушки. Поехали! На сайте я искал самые маленькие по размеру однокомнатные квартиры. И вот что у меня получилось. ЖК Нагорный это 52,6 квадратных метров ценой 7 653 300 рублей. А в ЖК Высота самая маленькая однушка 44 квадратных метра стоимостью 6 584 997 рублей. Ну любят они рубли впилить почему-то. Странно, что копейки не добавляют. Ну да ладно. Сравниваем однушки. По доброй сложившейся традиции сравниваем количество окон. И, о чудо, и там и там их по два. Две комнаты, два окна. Все просто. И там и там есть лоджия так называемая. И там и там, похоже, они теплые. Ну а теперь входим в квартиру и сравниваем прихожие. В ЖК Нагорный 6,6 квадратных метров. В ЖК Высота просто 6 квадратных метров. Смотрим, как они выглядят. На мой взгляд, в ЖК Высоте прихожая гораздо интереснее, потому что она более квадратной формы. То есть, когда мы заходим внутрь, мы попадаем в некий микро-холл, который всегда выглядит наряднее, чем вытянутое пространство. Вот в ЖК Нагорный как раз и есть такое вытянутое пространство. Но зато есть куда поставить шкаф. Они его поставили в торец. Проблема в том, что этого будет катастрофически не хватать для хранения верхней одежды. Просто ее у нас гораздо больше. Зато здесь можно придумать гардероб для верхней одежды. Можно вот так вот стеночку построить и у нас получится гардероб в прихожей со стороны прихожей для хранения огромного количества вещей. И здесь я хочу сделать небольшую ремарку. Когда вы рассматриваете однокомнатную квартиру, то очень важно помнить о том, что встанет очень острый вопрос, а где хранить вещи. И его нужно решать именно на этапе планировки. Потому что хранение это порядок, а порядок это и есть дизайн. Если у вас нет порядка, то дизайна не будет. Планируйте как можно больше мест для хранения. И вот здесь такая возможность есть. А что в ЖК Высота? А в ЖК Высота мы вынуждены поставить всего-навсего один шкаф, который встанет скорее всего вот таким вот образом. И он превратит ту прихожую, которая была а-ля холл, в такое вытянутое коридорообразное помещение. Вот поэтому прихожая и возможности в Нагорном лучше, чем в высоте. Идем дальше. Смотрим кухню-столовую. В высоте 19,3 квадратных метра. А в Нагорном 18,1 на целый 1 квадратный метр меньше. Очень странно, потому что сама квартира аж на целых 8 квадратных метров больше. Почему общую зону не сделать больше, мне не очень понятно. В общем и 19 и 18 квадратных метров это мало для общей комнаты. Но что делать, работаем с тем, что есть. В принципе есть варианты, как можно расположить мебель и в той, и в той комнате. Ну например, в высоте можно кухню поставить вот таким вот образом. Она будет не очень большая. Вот с этой стороны, с обратной шкафа, можно поставить, например, холодильник. Дальше мы можем поставить небольшой стол. Дальше мы можем поставить как-то там небольшой диван. И напротив него поставить тумбу с телевизором. Там, где стоит стол, сзади мы можем какой-нибудь сервант небольшой, неглубокий, красивый, с посудой поставить. И это все у вас сформирует дизайн. То, что касается Нагорного. Как бы мы здесь не поставили кухню, мы, заходя в это помещение, будем все время видеть торец этой кухни. А это не очень красиво. Тем более, будут стремиться поставить сюда холодильник. А это сразу же заходишь и упираешься в боковину вот этой вот большой, не очень красивой штуковины. А куда холодильник по-другому? Только вот сюда, где нарисовал сам застройщик. Но получается, что холодильник это такая стена, которая делит пространство как бы на две части и делает кухню темной, потому что от холодильника будет тень. В общем, здесь нужно очень хорошо подумать, куда это все запрятать. Вот эти нюансы маленькие, они накладывают такие некие ограничения в проектировании. Ну, потому что мы проектируем и думаем над тем, а как это в последующем будет выглядеть. Вот эти моменты важно учитывать. Куда поставить холодильник, с какой стороны он будет стоять, как он будет смотреться, когда мы заходим внутрь. И вот здесь, на мой взгляд, даже хуже, чем в высоте. То есть в высоте здесь гораздо правильнее можно расположить. И вот эти вот большие объемы не будут раздражать. На самом деле, когда все сложится в единый ансамбль. Жилая комната, то есть спальня. В ЖК высота это 12,5 квадратных метров, а в ЖК Нагорной это 17,5 квадратных метров. И, конечно же, однозначно 17 метров это гораздо лучше, чем 12. Тем более, что в комнате, которая находится в ЖК Нагорной, мебель располагается гораздо органичнее, чем в ЖК высота. Например, вот здесь стоит кровать, пускай она так и стоит, а вот шкаф, который мы отсюда, гардеробную, убрали, встанет вот так вот в торец стены, прямо напротив кровати. Он будет большой, вместительный и не будет своим видом как-то там сильно раздражать посетителей этой комнаты. А вот в жилой комнате, которая в высоте, получится мебель ставить только так. Вот сюда кровать и вот сюда шкаф. Этот шкаф меньше по площади, другой просто не влезет. Ну, может быть, еще какой-то комод небольшой поместится. Вот, собственно говоря, и все, что здесь можно будет сделать. Остается ванная. Это тоже очень важный параметр. Вот смотрите, в ЖК высота здесь 4 квадратных метров санузел. Здесь влазит ванна, раковина и унитаз. Вопрос, а где стиральная машина? Да, ее здесь нет, а придется куда-то поставить. А вопрос, куда? Вот в этот угол, как-то не очень красиво и неудобно. В спальню неприемлемо. В гостевую комнату, в гостиную. То есть, тоже как-то так себе вариант некуда поставить. А вот в Нагорном уже этот вопрос продуман. Смотрите, есть зона для ванной, а есть зона для постирочной. Ну, понятное дело, что это одна общая комната, которая называется, собственно говоря, ванная комната. И она получается аж целых 8,5 квадратных метров. И здесь совершенно спокойно все это разместится. Стиральную машину можно будет запрятать в какой-то шкафчик. Плюс в этот шкафчик вся химия, корзина с грязным бельем и еще уборочный инвентарь, который тоже нужно где-то хранить. Короче говоря, сравнивая две однокомнатные квартиры Нагорной и Высота, в моем рейтинге побеждает Нагорный. Тем более, я знаю, как расставить мебель в кухне-столовой так, чтобы это было красиво, органично и по-дизайнерски симпатично. На этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал. Всем пока. Да пребудет с вами Муза.